Мне очень нравится, и я очень рада, что наконец смогу это все запечатлеть на камеру. И я очень рада. Это вот моя группа, где я всегда провожу свободное время. Это вот моя лучшая подруга Катя, а это моя лучшая подруга. Очень приятные девочки. А это наша группа, да? Это наша группа, да, мы занимаемся. И здесь, как всегда, порядок. Ну, это порядок. Так, вот у нас шкафчики, полочки, картиночки. Очень хорошо и уютно, да? Да. Ну, ладно. Самое такое место, где можно посидеть и добыть. Хорошо. Расскажи про киску. Это наша местная кошечка. Она тут на таких одеялках волоски. Да, сегодня ей придумали кличку Мэмрик. Мэмрик? Да. Расскажи. Это Саша Пономарев. Главный. Ньютер Мэр Шли, а это главный прокалит. Да, он очень любит петь. Она в батарейку. Может, он начнется полет? Ладно, это Саша. Дальше Галя. Ну, Катя, мы уже представляем. Значит, мы все вместе живем, общаемся. И нам всем очень нравится все это. Да. Скажите, Нейвтану что-нибудь. Ну, что? Сандер мне очень нравится. Очень хорошо. Девчонки хорошие. Мальчишки тоже. Вы сами очень хорошие. А некоторые у нас сейчас забрали. Думаешь, кто? Так. А это Аня и Ора. Ага, девочки идут хорошо. Так. Так, это кто идет? Ой, Юра убежала. Ладно. Юра сбежала. Так. А что, уже все? Да. А что же вы не сказали? Значит, заезд в июль, август, сентябрь 2000 года приветствует вас. Мы пока вот в таком немногочисленном составе, потому что ребята готовятся сейчас к демонстрации своих номеров, которые они подготовили в этом заезде. Поэтому они сейчас в беготне, там в суете, готовятся. Но сейчас вот несколько слов вам скажут наши ребята. Слова приветствия и на отпуске будущим заездом. Привет. Меня зовут Ольга. Вот мы здесь собрали еще напугать наш танец, который мы сами сделали. Привет. Привет. Аня, я из города Козельска. Приехала. Дружила со всеми ребятами. Мне тут очень нравится. Привет. Я из Рязани. Меня зовут Галя. Я в этом санаторием уже пятый раз. Мне очень тут нравится, кто-то очень нравится в нашей жизни. Всем привет. Меня зовут Альона. Я из Ахангарской области, городская область. Я желаю вам хорошим заездам. Они обязательно будут встретить эту кассету, чтобы они здесь провели очень хорошее время и записали новые номера. Всем привет. Меня зовут Близан. Я из Ахангарской области, город Махачкалы. Я бы хотела всем придать привет 11-му А-классу. Я Ольгина подруга. И этот заезд мне очень нравится. Здорово здесь так. Ну и все. Ну, какая ты интересная. Ты расскажи, пожалуйста, что тут на тебе много ремешков. Я в этом костюм модели. И мне не очень удобно в нем ходить. И очень трудно в нем ходить. Но все-таки здесь это самое главное лечение. Ну, пройдись. Пройдись прямо. Чтобы было видно было. Вот это да. Здорово. Преодолеваешь там препятствия вообще, да? Да, очень трудно сгибать. Многие все сгибают очень трудно. Это какой-то кошмар. Я хочу, чтобы не нашу костюм не взять. И это очень непривычно в костюме в этом. Очень непривычно. Нам там тут такой. Вот называют костюм модели. И космический костюм. Костюм Санка. Сашок, что ты нам скажешь? А про что говорить-то? А что-нибудь. Ну, скажи что-нибудь хорошее. Привет, это первая с головы. Привет. Скажи что-нибудь про Юлию Витальевну. И вот ее тут нету. Давайте про нее что-нибудь скажем. Юлия Витальевна самая хорошая, самая классная воспитатель. Ах ты умница, молодец. Вы все поддерживаете? Спасибо. Спасибо. Да, слава. Юлия Витальевна самая хорошая воспитатель. Давайте ей спасибо скажем. Спасибо. Спасибо. Она для нас очень много делает вообще хорошего. Хорошо. Она для нас хорошая. Так, ладно. Анюточка, ты это расскажи про себя. Ну, Оля меня очень знает давно, еще с 95-го года. Я считаю, что она совсем другая, как о ней думают. И передаю ей привет. Пусть она меня смотрит через лет 10. Хорошо. И пишет письма. Спасибо тебе. Да, очень много. Хорошо, спасибо. Теперь я хочу пройтись в костюме. То есть показать, как меня мучают в реальном. То есть когда от меня требуют реальные выкладки полностью. То есть я хочу пройтись вот с этим вот агрегатом, который называется хрюбинка. Как и в нем вместе. Хорошо. Ты же, ты же, тяжело вздыхаешь. На самом деле я хожу по целому коридору. И вообще постоянно и следят за мной, чтобы у меня была прямая стена. И все прямо. Вот этому агрегату надо сказать спасибо, да? Да, видимо, да. Ты тут как водолаз по этому, по морскому дну. А чему это? А потому что много на тебе застежек всяких разных. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Ёшка, говори, как тебя зовут. Хорошо. Передай привет. Вот мы тут с Гариком в зале извиняемся. Вы пришли очень вовремя. Вы снимаете? Да. Что же так без предупреждения? Гарик, скажи, что-нибудь. Офрадуй. У вас что-то слетело. У меня нет слов. Как это нет слов? Ну сейчас ты собери все слова, подумай, мы тебе минутку даем. Раз. Рассказывай. Спасибо. Значит так, мы ведем прямую трансляцию с санатория Калуга-Бор. Так, тот, кто нас будет смотреть в будущем, а мы окажемся в прошлом, увидит наши симпатичные лица. Если вы посмотрите справа от меня, вы увидите прекрасные гитары. Гитару держит наш уважаемый Гарик Всевышний. Игорь, Всевышний Игорь. И Саня держит гитару. Лучший гитарист Калуга-Бор. А это Саня, он у нас круче вокалиста Кипелова. Слева от меня вы увидите наших прекрасных и красивых девушек. Я немножко пригнусь, чтобы засняли. На Саня. Да, и чуть сзади, да. Еще у нас Саша и Аня, тоже самые красивые девчонки. У нас самые красивые девчонки, оказывается, я не знал. Всех сняли? Да, конечно. Так, слева от меня сидит Юля Витальевна. Тоже снимите ее. Виталья, расскажите что-то с Вас словом. Да, я уже говорила. Ну, я присоединяюсь, что это самая веселая, самая красивая, самая обаятельная группа. Мне ничего не скажут. Это вы. Самая. А где у вас есть права от меня сидит? Давайте. Давайте споем лететь. Я думаю. Так, три-четыре, начинаем. Возьми мое сердце по заяцкам. Начина? Да. Вы уже... А как же? Дубль два. Да. Я думаю. Дубль два. Слева ночь легла в ног. И не пускает заворок. Дружу по дому, как во сне. Но мне покоя нет нигде. Тупая боль пробьет песок. И пальцы лягут на курок. А где-то лавка чнется в призрак, призрак любви. Возьми мое сердце. Возьми мою душу. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться. Свой мир я разрушил. По мне плачет только свеча на холодной заре. Ты умерла в дождливый день, И где не плыли по воде. Я смерть увидел в первый раз Ее величие и грязь. В моих глазах застыла боль. Я разделю ее с тобой. А где-то лавка чнется в призрак, призрак любви. Возьми мое сердце. Возьми мою душу. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться. Свой мир я разрушил. По мне плачет только свеча на холодной заре. Свой мир я разрушил. Свой мир я разрушил. Свой мир я разрушил. Свой мир я разрушил. Продолжение следует... 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 Ребята, у нас время есть, давайте прямо. Продолжение следует... 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 На втором отсеке исследуется аппаратура, запасы воды, зажигая установка, холодильник для хранения тишины. И, конечно же, космонавтам нужно было постоянно двигаться. В качестве здесь предусмотрены белый тренажер и спековая дорожка. Монавты могли даже воспользоваться вот такими инструментами, но всякие, пользовались они не всего лишь адапт, когда монавт Владимир Шестов ставился. Да, сам себе. Порез. Порез-то можно, но поймал там все и все. А вот из-за кружек, да, действительно нельзя. Поэтому хлеб, печенье, конфеты заранее разделены вот на такие кубики на один укус. А сегодня космонавты в основном пользуются вот такой пищей. Она сублимированная, обезвоженная. Она очень легко восстанавливается водой, хранится длительное время, занимает небольшой объем. Например, если вот в этот пакетик добавить полстакана теплой воды, можно будет минут через 15 поесть картофельное пюре со свининой. Ну а вода на орбитальной станции доставляется транспортными кораблями «Прогресс». И на станции «Салют-6» она хранилась вот в таких бачках. Попить отсюда было не очень легко. Космонавт начинал качать воду, воздух вот таким насосом. Он подавался вовнутрь, между гибкой оболочкой и емкостью. Вода под давлением выбрасывалась в трубку. Космонавт правом он ждет в рот, нажимал клапан, вода начинала биться. Это, как и все, в таком случае, в таком случае, в таком случае, в таком случае, система начинает двигаться. Стоя количество этих движений, колебаний, которые ущельчатся в воде, подставив эту определенную формулу, космонавт может определить массу своего тела. Но использование станции второго поколения было. Но, вообще, уже ведет построение финалово-какматической станции «Альфа», которая первоначально будет составить из-за 50-ти отсеков с разным назначением. Вот такой огромный капулический дом. И вы знаете, оказывается, сегодня поместится груз массой до 150 кг. Эти капсулы танцуются в расчетном месте, спасатели их находят. Музей космонавтики. Это очень красивое место. Музей имени Циолковского. И нам здесь всем очень нравится. И вот мы решили запечатлеть этот музей себе на память. Вот, во-первых, я хочу передать привет своей племяннице. Катюшка, привет. Я очень тебя люблю. Ну, в общем, привет тебе. Много ты не делаешь. Как ты думаешь? Ну, в общем, я тоже очень понравился. Тут уже второй раз. И мне тут очень нравится. И вообще нравится санаторий очень. Здесь вообще здорово, великолепно, классно. Ты имеешь в виду где, в городе или в санатории, или город тебе нравится? Везде. Везде. В городе санаторий, музей. Ну, тут очень хорошо. Я тут уже второй раз. И хочу передать привет своей племяннице Юляшке. Привет тебе, Юленька. И своему брату Ивашке. Да. Я в этом музее уже третий раз. Очень хороший музей. И я хочу передать привет Саше Смирнову. Саша, привет тебе. Пиши мне письма. Хорошо. Я уже тут не первый раз. В этом санаторий, в этом музее. В городе. Вся чупы. Ну, что я могу сказать? В этом планетарии я уже много раз. Вот. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Президенту Российской Федерации. А он тебя знает? Владимир Путин. Всем привет. Владимир Путин. Всем. Передаю привет всем, кто меня видит, знает. Передаю нашим самым красивым девчонкам. Вот. Которые сидят. Взаимно. 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 Так. Что еще могу? Передаю привет своей маме. Своему коту. Обязательно. Он попросил меня, если тебя будет снимать. Передаю привет. Так. Коту я передал. Да. Еще передаю привет. У моей соседки есть собака. Она тоже. А если серьезно, то могу пожелать всем нам только здоровья, счастья и большой любви. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Так. Ольга. Ты будешь знаете меня, может, когда-нибудь там, лет через пять. И, в общем, я тебе передаю привет. Я хочу, чтобы у тебя все в жизни было хорошо. Смотри меня и вспоминай. А также я хочу передать привет Стаське. Моему сыряннику. Все. Ох. Спасибо. Я хочу передать привет своей сестре. Привет, Наташа. Я хочу передать привет Саше, Гале, Алёне, всем девчонкам, себе в том числе. Привет. Ну, а я хочу передать привет и сыну, брату, Анчике, маме, папе, коту и собаке. А можно еще? Ну, как одного. Я хочу передать привет всем будущим заездам, которые будут в Анатолии Калугу-Гор. Это, ну, в общем, им большой... Всему дочь не остается. Привет. Всем большой привет. Всем, кто меня знает. Большой привет. Кто будет приезжать. Юлия Витальевна, привет. А тут кто не пишет мне письма, всем небольшой привет. А я хочу передать привет своему племяннику Кириллчику, потому что все племянники уже передавали, а он обидится. И всем, 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 кто меня знает. Кто действительно может приехать, подумайте. Я передаю привет своей маме, брату Максиму, Гуле, Диману Чнили, Воле, Казменко. И всем, всем, всем. А брату поздравляю с днем рождения. И передаю привет Юлию Таймине и всем основателям санатория Калуга-Бор. Умничка, молодец. Я хочу пересмотреть. Олечка, извини, пожалуйста, что я с тобой не попрощалась. Просто так получилось. Вот, я тебе обязательно напишу при первой же возможности. Вот приеду домой, обязательно напишу тебе честное слово. Я присоединяюсь к этому всему, потому что я ее тоже знаю. Привет я большой, Олька. Надеюсь, мы еще встретимся. Да, мы будем вместе сдавать экзамены, Оля. Запомни это. Можно нас? Я хочу передать привет своей подруге Наташе и хочу поздравить тебя с днем рождения. Можно нас? Снимите, пожалуйста. Мы передаем привет Васе Соломенцеву, который должен приехать. Да, мы тоже передаем привет. Василий, здравствуйте. Ты меня не знаешь. Всем привет. Ну, надеюсь, что познакомимся. Вася, привет. Объезжай. Я здесь был уже тысячный раз в санатории, но на камеру меня снимают первый раз. И поэтому пользуюсь свободной минуткой, деленной мне камерой. Хочу передать привет своей маме. Мам привет. Также передаю привет всем друзьям. Артур, Женя, Саша. Ольга Казьменко, Игорь. И считает меня привет. Помню про тысячу моих тараканов. Хорошо. И так далее. Всем привет. Все. С вами был свыжный берег. Давайте мы потом. 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 Желеля. Ну, Юля Витальевна, теперь Вам слово. Кому Вы привет передадите? Я очень бы хотела увидеть Вас всех лет через пять, чтобы посмотреть, какие Вы стали взрослыми, какими Вы стали умными, какими Вы стали... Ну, может быть, и женатыми, может быть, и поемчицей с нашими детками, с моими внучками, так это сказать, заочными. И хочется еще посмотреть, чего Вы достигнете в жизни. Очень хочется, чтобы Вы многого достигли в жизни, чтобы все Ваши желания, все Ваши мечты сбылись. О том, как это тяжело, оглядываться назад и думать, ой, вот это бы я сделал, а не успел. Пусть Ваши все мечты и желания сбудутся. Еще я хочу передать привет всем, вот всем, ну, кто приедет в лишний заезд, и кто меня знает. Да, тоже. Просто я не знаю, кто еще приедет, кто меня знает, но я всех помню, и всех очень люблю. Привет, майор. Привет, майор. Двенадцати будет достаточно. Это все, альфартия. Тест изображает посадку на воде. Это сложный оптический аппарат планетарий. Весь залпай тоже планетарий. И вложенный аппарат планетарий на уголе создается картину ночного звездного неба. Ну, звезды, которые мы видим, не будут настоящими, естественно, но это будет оптический эффект, иллюзия, и все звезды будут положаться, как положено, на своих местах. Пойдем. 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 А вот жуки. Тут были розы. Знаете, какие красивые? Красные, но не опарья. Вот так вот розовенькие. А вот там еще одна. Мы, значит, их пололи, садили, поливали, ухаживали за ними. Траву вот эту у нас Саши были. В общем, вот, и они у нас раствели, такие красивенькие, прям вообще. Пчёлка логотип, а вон ещё одна пчёлка. Ну, розы были очень пищевые, красные. Да, розы красивые. Вот, верите, птичьи, что за пчёлка? Красота. Это шмель. Шмельки. Шмельки. Саша Смирнов, мы даем привет! Привет! Привет, Саша Смирнов! Пиши нам, не забывай нас. Мне в особенности. Саши Петрашки обязательно, Саши... Да, Саши Петрашки, они не забывай. Тем, кто будет смотреть в эту свету привет! Привет! Моё пальце упало! Вот, что, наспись на тебе на щеке встанет для Саши Смирнов. Саша, квадрат Саша, да. А может, там плюс ещё два Саши? Да, ты не терялась. Комментируй! Да, я вам, девочка, не помню. Ну, я, Денна, попрошу! Расскажите-ка. Да, рассказывайте. Пожалуйста, несколько секунд. Все отправят в дискотеку, и с Вами селиться. Пока не помните, я тоже перед первым. О-о-о-о! С моим братом, своей тётке. Всем-всем с Вами, друзья. Привет, привет! О-о-о! Когда будут смотреть на Дембелеву. Не смейся очень сильно. Ну, ладно, а сейчас мы пока будем веселиться, открываться. Максим Меслев. Передаю привет всем. Свою. Я, Иван Старик, Толь и Каплина, Малёня Святины, Таня Азаровна. Ну, и всем ещё один. Передаю привет всем своим друзьям, брату Антону. Передаю привет всем Сашу Смирнову. Калик, калик. Калик, калик, калик. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...